так ребята всем привет это очередной выпуск гагарин шоу и наконец-то в этом составе он должен выглядеть так как его мыслил себе господь господь во первых во первых он на русском говорит это значит всем добрый вечер это очередной выпуск программы гагарин шоу раньше это была развлекательная программа теперь унылая программа о криптовалюте так тебе нравится да так ребята давайте поприветствуем всех но пришел в студию во первых я так понимаю все зрители купили билеты на сегодняшний эфир правильно лохи собственно и гость нашей программы все кто ходил до вас ходили бесплатно им даже заплачивали и кормили мы рады видеть нашей сегодняшней компании политтехнолога продюсера блогера телеведущего кандидата в президенты украины владимира петрова по определенным проблемам со здоровьем вова сегодня не может быть глеб просто забил поэтому у нас как программа криптовалюте от единства человека который знает немного криптовалюте это лёша дурнив ты же амбассадор я вообще ничего не знаю я знаю ты знаешь да биткуин говну короче ребятки как вы могли заметить у нас сегодня лёша дурнив как вообще прилетел сегодня в киев харьков а я сегодня опоздал на самолет возможно первую жизнь и не помню что расскажу почему просто я знаю почему я хочу чтобы он рассказал вы долго провели да у меня был групповый секс так я увлекся простите просто нос растет уже ты скажи за что тебе далее сразу несколько женщин за билеты на концерт ночей я не могу сказать это будет рекламу ну скажи чего мы вырежем если что не надо говорить ну что то девушки дают за билеты на концерт да девчонки из зале вы бы дали лёше дурниву а за билеты а кто нибудь у кого нет астмы у меня есть два билета два билета на тот же концерт подожди сейчас выглядит так как будто у тебя был со мной секс за билеты и теперь они у тебя нет у меня вчера попросили повесить в инстаграм ссылку на концерт если тебе кстати нужны билеты те два какие билеты ну повесил а сегодня лёша мне рассказывает что ему тоже дали билеты и он их поменял я решил взять билеты надежде на то что тоже смогу поменять их на женщин или хотя бы на буху надеемся это будет офигенный концерт потому что за него не грех и дать это значит как будто маленькая криптовалютная биржа мы сегодня будем много говорить о сми у нас есть телевизор ну вов можешь директор ты владелец я владелец 3 телеканал 3 телеканал ифандия закон т.в. и масон т.в. масон масон я сделал масон т.в. я не вообще читаешь детектор медиа или с тех пор как тебя выгнали с утреннего шоу на канале но ты не читаешь а я там и не было его выгнали он же вел его не выгнали это было его шоу он его закрыл а ты был ведущим тебя выгнал нету я перепутал с ладом иваненко итак первая рубрика которая называется факты про гостя под ваши аплодисменты ребята мы читаем факты если есть у тебя дополнение комментарии они радостью выслушаем удовольствие лишь ты начнешь до своим прекрасным дикторским голосом черный пиарщик ты замолчишь или нет черный пиарщик медиа киллер заказушник это я добавил провокатор тролль мясо почему люмпин вот некоторые из имен владимира петрова какой из этих не твое мясо я украл у вова мясо а ты же был вова салавра я был вова жир какой период же момент не так давно честно ты тоже был вова жир бы жена все 12 кг было у меня минус я тоже у меня тоже фоточкой супы понимал меня минус 16 минус 6 на два месяца и это не член кому там так хорошо занимаетесь его объясними пожалуйста то есть нормально что ты сам себя называешь мясо люмпин загляния роль провокатор нет я просто жир джерба остальное не дегенерат конченое чмо сказочный долбопит вот некоторые из имен которые владимир присваивал политикам своем инстаграме ты не про меня понятно кто сказочный долб ясно конченое чмо а кто пи пи я поздравляю тебя кстати с годовщиной вашего знакомства с этим буквально три дня назад ты лично первый раз познакомился в одессе с алексеем гончаренко я даже выложил видео где ты стоишь сзади него делаешь фрикционные движения депутат под порошенко самый молодой сын мэра одессы нас на то время это девять лет прошел их три дня назад фейсбук он реально был я хочу видеть это видео там где фейсбук знаешь он такой с годовщиной 9 лет этого человека разваете пик и там фотки пошли мне там на телефоне лёха стоит тот стоит и что-то разговаривать с людьми за столом шах шахматы играет алёха подошел сзади с это так с микрофоном и сзади делает ему то ну блин я был молодой горячий я хотелось засовывать везде никто не думал что я сомнил что я вступить слушай так давай сделаем просто врезку вот смотри лет 15 сентября 2012 года я тебе отвечу вот стоит лёша вот пожалуйста смотри что он делал чувак сбоку стоит и ему нравится это смотрит это часто депутат городского соседа это чувак он не народный нет он сейчас гончаренко нет нет гончаренко да вот нравится в общем и как смотрите вы там не увидите сейчас я вам протру но мы вот так вот типа в общем это точно есть это точно есть мы покажем обязательно как вообще люди которых ты вот этими словами называешь реагирует на то что ты их так обзываешь ну судя по тому что я еще живой ту нему были какие-то мировые не знаю угрозы нет даже даже я тебе больше скажу почему ты засмеешь просто ну да я тебе больше скажу вот я в мэра киева которого я постоянно называют тупым и конченым вот я с ним встретился а он знает что ты его так назад и как он отреагировал виталий владимирович кличко он сказал человеку который шел рядом со мной здравствуйте серьезно говорю не она правда кого из самых таких известных политиков ты обзывал такими словами ну мэр киева понятно президенты были яценюка и обзывал при полом а я вот хожу к твоей маме суи в рот это кому это был какой-то чувачок просто сама какой-то но от имени история в следующем это забытая история но вова десять лет назад или двенадцать наверно занимался тогда была такая социальная сеть live journal же же вова занимался его там агентство занималась ведением жж яценюка и вова забыл перелогиниться от имени яценюка зашел в комментариях человеку написал и вот я подхожу к твоей маме и су ей в рот и что ты сделаешь пишет арсений яценюк комментариях человеку и что ты сделаешь чмо сыкливая промолчишь или заступишься за мамой но смотрите был был один нюанс был один нюанс этот парень который с которыми переписывался он был из москвы я по факту по факту в 2009 году мне в 2009 году сделал с гражданином москвы от имени премьер-министра то что он в принципе с ними должен был сделать 2014 яценюк тебя лично что-то говорил после этой ситуации да вы шут рапплась звонил фотошоп нет на самом деле замерли чуть-чуть он говорит я так я так и знал я так и знал сказал мне так ну что двигаемся дальше следующий факт про гостя в одном из интернет ресурсов владимира охарактеризовали так он из тех кто обстыкал лифт собственного подъезда чисто ради прикола так как жил на первом этаже она ты жил на втором я жил на третьем этаже про какой уже зрелый возраст говорим давайте так мочился ли я когда-нибудь в лифте ну мы понимаем что да сколько лифтов ты обмочил когда ты в кривом роге нет общественных туалетов а ты весь день рысачишь там у тебя работа при этом то есть заработать копеечку и на улице а там и кустов что ли нет и деревьев только лифты когда ты становишься возле куста возле дерева или возле угла дома тебя кто-то может увидеть я не могу я не могу писать извините когда на меня смотрят я не знаю почему мне из этого пришлось расстаться с несколькими девушками то есть факт прокатка профилируем и заходишь лифты двери закрываются да ты как будто на исповеди чувство легкости которая появляется после этого она коррелируется с чувством вины и ты в принципе чувствуешь себя счастливее больше чем виноватым ребят мы не признался что у меня было несколько я может даже предположу до 10 раз что я мочился в лифте в кривом роге да давайте устроим клуб анонимные мальчиков в лифте давайте кто еще мочился в лифте хотя бы раз ну давайте честно но вы пацаны признается вот 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 смотрите человек честно признался вот еще человек ну давай ура подожди имеется ввиду не сегодня давайте признать давайте давайте обнимемся ну короче в комментариях к этому видео напишите что вы присоединяйтесь к флешмобу вы тоже мочитесь лифте и напишите мочусь как петров владимир владимирович а ты владимир владимирович участвовал в выборах президента украины до внимание на экран официальные свернания кандидатов президента украины петрова а его не видят никто да кроме нас но мы все потом увидим ух и жирный тут вов эта песня внимание на бэк вокал кто первым узнает голос я хочу прокомментировать этот момент я не вижу вашей ручки олимпийского я смотрю кто-то смотрел на ютубе да вы же не будете мучить нас вторым куплетом нам нам достаточно спасибо огромное петро а мы его зациклим носки зацени блин туфли тут у меня розочки спасибо выключил спасибо сам кандидат не досмотрел свое предвыборное видео на самом деле этот ролик тоже связан с харьковом потому что гострайтил здесь писал эту песню миша круга миша у меня три у меня три сингла два избирательных один называется старая мразь послушать очень хорошие и все три песни записать две песни а есть где-то найти на ютюбе на ютюбе есть старая мразь сейчас да можно и 2 предвыборных месте так вот я в харьков приехал точно записал три трека я твою мать маргинштерн записал трек старая мразь и записал про мусоров и два выложил один пока нет прикольно если ты от имени ценюка записал трек не зря вы вспомнили про мишу крупина ведь сейчас у нас мини рубрика называется еврейский портной он выдал нам некоторые тайные факты о наших сегодняшних гостях поехали факт 1 я не знаю смешно ли это или нет но когда владимир петров был под домашним арестом записывал ты прям не просыхал судя по всему больше чем заниматься под домашним арестом бачу-чу должен был ребят он сидел под домашним арестом понимали в тысячи восемнадцатом году и об этом мы поговорим немного позже а сейчас факт 2 от миши крупина снова алексей дурнив с алексей дурнив очень много в частности алексей научил меня мастерски надевать подбирать контрацептическое устройство на нос на нос на нос и научил мишу надевать гонгон и лёша торопился на самолёт я вообще ждал что миша скажет есть одна история про мастерски на право про алексея про алексея дурнив и два билета на концерт почему он так тщательно подбирал слова и сказал именно контрацептическое средство неужели это какая-то спираль и на какое место это все но по крайней мере теперь мы знаем что миша что миша потрясающе быстро и качественно надевает спираль принципе ты умеешь быстро и качественно надевать презерватив то думаю да что мы короче после программы а теперь конкурс домашнему аресту да перескочим немножко давай и домашний арест 2018 года 8 я узнал об этом из фейсбука когда у тебя был было сразу несколько как часто их делал тебя фотографировали в створке ворот ты стоял просто в двери в разной одежде разное это было лук of the bay за что тебя посадили по домашний арест говорят что мусоров щемил врут конечно я не виновен так и что ты сидел пять месяцев да потому что то что ты раздавал горн откуда у тебя дома город я не знаю это кепку и кепка даже помню эту кепку мне подарил чего котором она была не нужна и мне она тоже не очень нравилось и пригорел ныше чем закончится зато она была какая-то блатная брендовая ну тогда она восьмиклинка знаешь такая вот эти вот как босяцкой ничем не закончилось ты выиграл сутин нет у меня еще и еще все идет ты еще под домашний арест сняли я там уже передвигаюсь уже езжу да уже года два как но у нас такая система то есть ты можешь у меня еще суды даже не начались именно у меня процесс не начался еще то есть у меня еще не было даже подготовительного заседания а за границу ты можешь летать да да и свободный человек да и свободу я абсолютно свободный человек но суды вот как когда-то должны начать life is pain welcome to you да это в одной из своих передач наглядно продемонстрировал как работает дезинформация выложив в интернет отрывок своего подкаста ты была так просто да я не знаю что-то было я участвую словно не помню но сделали такую штуку я взял какую-то из я не помню про что это было про крым по-моему украинский язык а про украинский язык я прям во время эфира сказал что чуваки смотрите сейчас очень модно везде извиняться вырывать из контекста я сейчас делаю так что ко мне прибегут куть прибежит куча людей будут меня чмырить и будут этот просто сейчас это просто вот прямом эфире говорю сейчас я вам скажу смотрите украинский язык это телега которая едет по ухабам которые вообще невозможно о нем разговаривать он настолько там дословно сейчас неплохо а вот русский язык он ракет он взлетает вверх это благородный русский язык вот и сейчас говорю наши режиссеры это вырежут и выложат и они выкладывают лежит целый эфир выкладывают этот кусок этот кусок летит по всем национал патриотическим пабликам смотрите вскрылась консерва петров вот мы знали а я уже год на украинском языке этом как-то худо-бедно пытаюсь вести эфиры тренируюсь учу язык вот они и я им еще через день вываливаю полный кусок и говорю пососите вот так вот мы вас развели как лохов что вы вообще не понимаете наверное ты сказал ось так мы вас разручили я глухих разумеете совсем не разумеете як про цю информация як ее використовывать и что с нею робите и вы не хочете не хочете чути ничего что вам кажут до че після тією фразы яку вырываетесь контекста и влацький хлопец владимир петров не ну классная история усим насовав на ротяки нася в мама муро трястья твоей матерей я кстати где не понимаю почему люди так бесится когда им такое говоришь ну ты же знаешь что я не стал твоей маме в рот почему ты обижаешься ну а если ты всю жизнь чувствовал что от мамы пахнет мальчик понимаешь что этот чувак просто хочет тебя оскорбить довести вот я подхожу я сал твоей маме в рот и такой что нет что не чтоб сказать нет это неправда ребят я вам я вам не учить а у нас последний факт про владимир владимирович ась работой а мы его не прочитали оказывается владимир владимирович петров поддерживает легализацию марихуаны и однополых браков но категорически против проституции это для тебя что-то новость а что случилось я не понимаю по какому критерию ты одно поддержку 2 запрещаешь смотрите я вообще честно вам скажу проституток больше не люблю в моей жизни в моей жизни было то золотое время я не шучу это был ну наверное там уже год двухтысячный может быть 99 и когда у нас только начали появляться деньги с друзьями в кривом роге мы естественно что мы делали мы безжалостно бухали причем ну то есть на что тратить деньги в кривом роге короче мы вызвали проституток и эти проститутки навсегда разрушили мою жизнь навсегда потому что мы были реально веселыми молодыми клевыми парнями с нами было круто мы не жадничали мы угощали все из нас два дня не брали деньги потому что они заразил проститутки да мне это потому прошли с нами было прикольно они не взяли с нас деньги а потом другие начали и что вы стали не такими прикольные это было как предательство они как будто сказали ты знаешь когда-то был молодым прикольно у вас на часто неделю назад нет мне не какие-то там лет через пять через 10 с меня там еще один а это история в одессе когда вы заплатили они все равно вам не дали это было очень смешная история и в одессе тогда откуда было две замечательных истории в один день мы пошли в стрип клуб в одессе и мой друг ты там тоже был моего моего друга начала стриптизерша разводить боже я так устала ты знаешь от этой работы я хотела бы новой жизни и все остальное он говорит ну пойдем отдохнем нормально в ресторан там вообще что я не могу меня нужно выкупить отсюда нужно выкупить всю мою смену за 700 долларов ярю братан ну у тебя же разводят как лоха мне все равно посмотри она страдает и пошел она повела его гулять в парк стриптизерша из клуба он заплатил 700 или 800 баксов за то что она повела его гулять в лавочки там поменять я утром спрашиваю ну ты хоть что-то нагулял он говорит нет но это было гагарин шоу у нас действительно у нас нестандартный выпуск гагарин шоу выпуск когда никто из сидящих в кадре не разбирается в криптовалюте так случилось в связи с некоторыми уважительными причинами но чтобы подсластить пилюлю я объявляю конкурс предлагаю нашим зрителям посчитать сколько раз в этом выпуске мы будем упоминать криптовалюту и уже в сорок девятом шоу гагарина мы разыграем два билета к нам сюда в студию или два худи с нашим фирменным лого на выбор или сертификаты на проституток от лёши дурнева это гагарин шоу как бы сказал владимир носов не смотрите нас на крыше ребятки подписывайтесь на канал смотрите все о криптовалюте и гагарин шоу сегодня у нас сумасшедший гость это владимир петров и мой не менее сумасшедший соведущий алексей дурнев и я но мне хлопать не обязательно наших ведущих и гостей объединяет тема автомобилей например владимир носов коллекционирует их даже участвует в гонках в оба сапчук молодости работал на телеканале с автомобильной тематикой а алексей сергеевича с транспортом объединяет масса приятных впечатлений и воспоминаний исходя из его постов в соцсетях о своей когда-то новенькой с q8 похоже что у нас сегодня собрались истинные любители автопрома взгляните вперед перед вами сидит моя помощница с набором карточек на которых будут изображены логотипы известные бренды автомобилей ваша задача первые оппонентов угадать что это за марка авто готовы да да поехали тот кто наберет большее количество баллов получит от меня подарок и так поехали жигули audi москвич понтяк нет не пать понтяк я не знаю это можно в конкурсе будут принимать участие только дорогие машины или ныне выпускаемые взяли китайского дерьма тут на картинке это фа это что что это было саб 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 это чтобы шведская машина это фав фав китайская машина м отделение м москвич м м отделение м митсубиси это не митсубиси это сюрикен мазда не это машина чмо чмо кар феррари нет феррари следующее следующее марка нет бьюик я угадал уже мушу до мустанг это пик рено извините астон мартин господи не знаю первый раз вижу вообще не понимаю что это за модель из-за моего что-то из штукерта лошадью и воля воля его suzuki opel субару а те нравится а те нравится доказывать же очевидные это канадская машина роллс-ройс lexus это lamborghini нет а там же там же нарисован грифон вместо быкам конечно это ламборгини я плохое зрение ты в очках значки старая мразь тварь а басу его забирай это это чревато извини дорогой это это извини я вернулся мне нужно было отойти немного налить себе виски и вас чем-то завлечь этот интерактиву не будем брать монтаж а сейчас сука сука новости в гагарин шоу кстати я не у меня действительно есть подарок и подарю я его тому кто мне больше из вас понравится в процессе хода рубрики новость данному уже все знаю так в общем как вы понимаете сегодня у нас будут мировые новости скорее чем про криптовалюту потому что и владимир и глеб сегодня отсутствует но мы же сделаем эту рубрику веселой живой и владимир я не буду говорить это слово но мы все его узнали я вас сыны итальянский священник покупал на деньги прихожан наркотики для секс вечеринок прежде чем вы что скажете я не могу понять в чем новость священники по всему миру на это запускают наши деньги так я должен прокомментировать естественно алексей давайте еще итальянский священник покупал на деньги прихожан наркотики для секс вечеринок с маленькими мальчиками а мог бы биткоины или расплачиваться биткоины новость номер два в киевском университете культуры открыли первый в мире факультет тиктока я видел это кстати кто видел кто подписан на михайло михайло патча поплавского есть такие люди его презентовал певец их увидеть и по почетный он кстати президент вуза михаил поплавский назвал факультет инновационным и молодежным факультет тиктока да ты что заканчивал получается там знаешь я заканчивал харьковский национальный университет радиоэлектроники а значит я представляю что на факультете работает программистом припой в ремонте телевизора как тебя не капай свою канифоль на мой припой пошли разборочки там будет отдельно мне кажется лекция ли может быть целая серия лекций как попасть в рек как правильно выбрать хэштеги как танцевать я не знаю что они там будут делать вообще на факультете кто-то ладно кто преподы там ну естественно кто а кто преподы кто снукту буша нет просто лекции будут заканчиваться в 10 утра потому что потом еще на занятия в школу преподавателя мама забирает их просто этих преподов заболевший к видом вьетнамец притворился врачом и выписал всех пациентов новость про петрова он создал себе учетную запись с ником доктор лонг терлонг доктор шорт и отправил в чат пациентов сообщения вот список людей которые будут выписаны 5 сентября всем вам разрешено вернуться домой пожалуйста аккуратно соберите свои вещи и спускайтесь вниз завтра 8 30 утра ну отпустил грехи главное что вьетнаме с московского патриархата да и что ему за это дадут 5 от тюрьмы домашний арест на пять месяцев лёш ты же был доктор дурник да и остаюсь я так жалею что этого проекта до сих пор блин это такой крутой про если бы я вообще я не понимаю почему что он слишком рано родил нет он просто слишком рано родился нет нет проект должен вернуться лёш смотри я ты ты мне сейчас откажешь потому что все-таки тебе тебе нужно отыграться на мне давай вернем этот проект что ты как гитлер сейчас пожалуйста лёш пожалуйста доктор дурник возвращайся нет это очень крутой проект спасибо большое ну серьезно я прям в восторге этим седые усы комаровский а когда по когда это была шутка это у тебя была шутка в этом в доктор дурнив когда горит что вы по знаку зодиака рак до совпадения понимали толерантность этой программе очень классно сыграл вообще я считаю я считаю дурнив себя алексей проявил в этом проекте как прекрасный прекрасный скетч актер да да вот кто бы мог подумать что он так может от если так сопоставим сравнивать сравнивать да то мы люди выросшие на деревне дураков и на вот этом последнем авиарейсе да вот это мемность вот именно этого уровня это прям доктор дурнив я уверен может стать если вы еще все-таки перевести на украинский аккурат что там украинцы это может стать просто наконец-то первым за долгие годы украинским очень коротким скетчем и мемористическим шоу которая порвет все для тик тока лёш вот я сейчас как раз тиктологии рекам они напишу чтобы в тик ток перезалили это посмотрим как пойдет гагарин шоу apple будет сканировать фотографии в устройствах телефона на наличие детской порнографии нет не может быть удаляемся из инстаграма владимир на вот у тебя телефон упал ты знаешь я из умания подберу но это оказывается мем это не новость но тогда apple придется использовать тонны детской порнографии для обучения своего искусственного интеллекта реально как же они научатся отличать детскую порнографию от взрослой до от порнографии где карли ведь зачастую детская порнография на 50 процентов состоит из взрослых я думаю что на самом деле тут не нужен искусственный интеллект можно просто нанять людей которые отсматривать просто который будет отсматривать и говорить это педофил это педофил это не это детская это не держится целует мужа с утра ты смеешься но ты тогда был еще не очень медийным человеком и не таким красивым но мы с алексеем помним так комиссию государственную комиссию по морали во главе с господином костицкин помнишь вода в украине это было с артеком как-то это было комиссия по общественной морали которая отслеживала украинское медиа пространство на предмет порнографии и у них был реальный отдел где чуваки сидели и на видеокассетах осматривали эфир отдел порнографии они смотрели порнуху это порнуху да это порнуха двери в этом комиссия комиссия решение комиссии один всегда против этом люди там люди ходили вот в этих башмаках для скалолазания что по-другому на покупку очень скользко была история когда-то я работал на одном телеканале в утреннем шоу трахал сразу трех со ведущих слышали двое из них мужчины были кстати короче и была программа к восьмому марта и мы брали интервью женщин разных профессий и как вы понимаете мне выпало брать интервью у женщин самой древней профессии короче я уже на броварской а уже на это вторая древняя шутка она же угадывается моментально короче я поехал с редакторской группой на броварской проспекту не знает в киеве там в основном стоят трассовички это девочки но не очень высокого ценового диапазона скажем так и короче когда я подхожу а я с цветами красивые кстати ну вот первый раз приехал причем одна была она сразу поняла что то не так что у меня было скрытая камера сидел звукорежиссер машине по и по легенде я рассказываю что своему племяннику который приехал в киев заказываю значит девочка он сидит это все звук пишет и просто одна вторая третья под я подхожу к третье она такая болтливая болтливая я начинаю спрашивать им что разболтались игры суши были какие-то истории которые прям ну вот ну не душа извращение какие-то странности был один москвич чувак из москвы который снимал квартиру в одно определенное время на бессарабке в центре киева и горит у него коридор был полностью в зеркалах зеркальный я говорю так ну пока ничего странного нет горит да но он горит он становился на ролике он надрачивал член и просил меня таскать через весь коридор держа его за член в это время он смотрел найти на из свое изображение и пел песню дельтаплан валерия леонтьева мой дельтаплан я у меня вопрос был этот коридор достаточный для волос у меня у меня вопрос через сколько времени ты решился это повторить пока нет я ищу самого длинноволосого в нашей компании так едем да есть следующая новость давайте илон маска завел щенка породы букаки ой нет породы шибаину и назвал его дефлока нет флоки через пару часов после публикации фотографии щенка в твиттере цена мань на монету флоки и ну то есть он прям создал криптовалюту флоки ну выросла почти на 140 процентов а токен шиба флоки подскочил на 1309 процентов щенок щенок сука или кобель но нормально вырос цене 1309 процентов слушай но илон маск он постоянно же делает такие шиконы обвалы делал по беду и на сюда двигает криптовалюту в донецкой области полицейские украли мусорник с автомойки потому что им некуда складывать деньги заработанные на биткоинах ты придумал эту новость или это прям я продолжил прямо все отлично новость закончилась впервые в истории мусора украли мусор да мне не впервые впервые у нас здесь был еще один человек который придумал шутки он куда-то ушел короче чтобы понимали когда был перерыв подходил чувак который выписывал все что мы говорили у него был прям ну реально в заметках ну если прям простыня и он говорит вот когда вы шутили по поводу евреев можно было сказать почему евреи не покупает кольца кальмара почему то есть он так что возле синагогием возле синагоги а это старый анекдот но я хотел бы просто обратить ваше внимание но тоже были месяца останусь без подарка ладно мне плевать не жарить главный гаврия ты любишь это я да значит я все и ладно обойдусь без подарка я хочу обратить ваше внимание что ваш голос сверху пошутил о том что мусора украли мусор даже я так не шутил когда играл в криворожской лиги квн это плохо как бы это отвратительно ужасно ну да и знаешь почему это говорю почему потому что я еще за все оскорбления которые услышал сегодня от него в твой адрес спасибо огромное придано сортирует мусор а жрет подарок чувак не обижайся ну вспомни как я пошутил в начале проекта про в начале записи про обрезания тоже никто не смеялся у тебя тоже была шутка мусора украли мусор ну талантливые люди иногда ошибаюсь подай знаку что ты жил дождался я в шоке у нас потому что ты так не шутил поэтому и криворожская лига квн осталось никому неизвестной последняя новость это раунд ребят ну самая классная новость у меня в днепре пенсионерка ударила мальчика который топтался на клумбе а его родители пришли и вытоптали все и биткоин поступает с классическими валютами а пенсионерка тогда кто пенсионерка русский рубль ты с нами нас сегодня действительно уникальный выпуск впервые за всю историю гагарин шоу и плачет гость приглашенный выигрывает нет это не впервые так впервые же гость больше чем ведущие упоминал криптовалюту ооо ой аж Владимир упал в своих речах именно поэтому я считаю Владимир Владимирович Петров заслуживает подарок и даже не один а как я и пообещал целых три первый подарок мне крайне жаль что вы сегодня не познакомились лично с Владимиром Владимировичем Носовым поэтому вот этот памятный сувенирный Владимир Владимирович Носов дарится вам аплодисменты часто в комментариях спрашивают где же делась Дашенька отвечаю мы ее засушили и спрятали но прямо сейчас мы готовы вручить ее Владимир Владимировичу Петрову оставьте его внесите Дашу введите что идти брать Владимир Владимирович возьми Дашу оставьте его засушили и спрятали вот это так это Даша держи себя в руках Вов ой я тебя умоляю если ты думаешь что это не лень не сейчас подойди да да я даже знаю что ты важно понять почему она Даша потому что она красивая не переживай как были друзьями так и останется наверняка вы Владимир Владимирович помните что же я вам обещал подарить конечно БИТКОИН спасибо большое Даша потеряла а мы нашли биткоин Владимир Владимирович ухуууууууууууууууууууууууууууууууу У тебя пол биткоина, нужно... Ну поделитесь с Алексеем Сергеевичем, а то ему завидно. Сейчас, блин. Так, еще раз вопрос. Это настоящий биткоин или вы мне сунули картонку и сказали, что это биткоин? Обратите внимание, это, естественно, памятная картонка, но на ней изображен хэш-код. Это набор фраз, которые вы можете ввести на сайте WhiteBit, и вы получите свой приз, а именно пол биткоина. А, то есть все-таки пол биткоина. Дай на секундочку. Нет, так... Ну да, на секундочку. Я гляну. Так, у меня вопрос. А почему я должен делиться с Алексеем? Хороший вопрос. Почему не со мной? Почему бы и нет? То есть у меня в руках пол биткоина. Это два цау. Реально. Я должен сейчас половину оторвать и отдать дурнику. Да, я правильно понял? Да, и когда... А можно узнать, за что? Он сегодня очень талантливо изображал Дашу, оставь его в кадре, лазал в телефоне и опирался головой на руку, делая вид, что он спит. Смотрите, если вы думаете, что я готов платить такие гонорары человеку, который изображает Дашу Астафьеву, я бы вообще... Ты сейчас выглядишь, как совращенный Папа Карло, если честно. Просто собрал бы театр какой-то. Можешь плюнуть на меня? Мне... И потаскать за волосы. Ладно. Лишь бы не обоссать. Владимир Валерьевич, на самом-то деле весь этот конкурс был куплен, и подарок я готовил именно для тебя. А чтобы получить подарок, тебе, Валерьевич, нужно закрыть глазоньки да раздвинуть ножки. Еб... Скажи мне, если это подарок связан с болезнями, то я не готов. Наоборот, со здоровьем. Со здоровьем? Ну, закрывай глазоньки. Ну, давай, закрывай. Ладно, хорошо. Ножки раздвинь. Не подглядывай. Не сильно. Ну, можно чуть сильно. Ну, хорошо. И еще капельку. Так я попал на Евровидение. Давай. Владимир Валерьевич, прямо сейчас под вашим креслом невероятный подарок для вас. Опуститесь ниже и достаньте его скоро, через несколько дней, у нашего любимого ведущего. Ну, наклоняйся ниже, ниже. Эй, бейб. Скоро у Владимира Валерьевича день рождения. И мы всем... А я несу, да? Побходим от души в Астапчук. Нифига себе! Это правда? Хэппи бёздей! Я не понимаю, почему бы... Во-первых, посмотрите на фотографии. Это пи***ц какой-то. То есть у меня была такая фотка. У меня внизу там маленький... Ну, не такой уже маленький, но Астапчук. Покажи нашим зрителям похвастаться. Член, не брось мой торт. Давай, давай, обнимем Вову. Эпи бёздей! У-у-у! Зелёный день! А не меня застанет! Я не виноват. Это уже не съел. Это памятный подарок в твоей руке. Это золотой микрофон. Вибратор. Чтобы ты разрабатывал свои связки. Бл***ь, это вибратор. Слово Блун, ты наш любимый. А теперь все вместе с нём. Раз, день, я! Спасибо огромное! Раз, день, я! Раз, день, я! Ура! Ох, если бы наши зрители только знали, во что мы только что макнули Валерича лицом, ты уже решил опробовать. Ну что, Валерич, не садим мне батарейки. А? Кончай выпуск. Что? Ну пока скажи зрителям. Где колокольчики? Какие колокольчики? А, колокольчики для зрителей. Ребятка, не смотрите «Гагарин шоу на крысу», подписывайтесь на канал, и тогда каждому мы подарим такой же вибрацию. Это было «Гагарин шоу»! Я говорю в вибратор, подписывайтесь на канал, и до встречи на нашем канале. Подписывайтесь, ребятки! Владимир Петров, Алексей Дурнев! Крептуй, крептуй отсюда. Крептуй сюда, крептуй отсюда. Крептуй сюда, крептуй отсюда. И смотри «Гагарин шоу». А можно сделать ангела в долларах? Да. Ведешь себя как фиртаж.